Третья Донецкая больница. По словам врачей, после резкого изменения температуры количество пациентов здесь увеличилось на 30%. В основном жалуются на повышенное давление и головную боль. Анастасия Бурмистрова пришла на прием к неврологу. Из-за перепадов температуры ухудшилось самочувствие, признается девушка. Борит голова, часто повышается давление, иногда головокружение, иногда бывает отсутствие аппетита. В случае головной боли я обращаюсь к терапевтам, либо к невропатологам со своими жалобами. В основном на изменения погоды реагируют пожилые люди, говорят врачи. Среди горожан метеозависимых на 40% больше, чем среди жителей сел. Что можно посоветовать таким пациентам и таким людям? Контролировать артериальное давление. Кто гипертоник, тем принимать обязательно гипотензивные препараты. Не выполнять повышенные физические нагрузки, не исключать прогулки на свежем воздухе, больше отдыхать, исключить желательно стрессовые ситуации. Кардиологи объясняют, ухудшение самочувствия при перепадах температуры воздуха связано с изменением артериального давления. Метеозависимым людям его нужно измерять ежедневно. Для точного результата делать это лучше утром или вечером и на обоих руках. Если он на полную руку недостаточной длины, то показатели будут неверные. Считается нормальным в пределах, у каждого индивидуально надо знать, не выше 140-90 мм тутного столба, это верхняя граница, и где-то в пределах 110-110 на 60-70 мм тутного столба. На этой неделе, по сравнению с прошлой, температура воздуха поднялась на 16 градусов. С каждым днем в ближайшие 10 дней будет все теплее, говорят синоптики. Обуславливает это потепление то, что адвекция тепла происходит. То есть на высотах у нас теплый воздух, который уже приближается и к земле тоже, к нашей. Поэтому становится теплее, антициклон смещается и дает дорогу теплому воздуху. По прогнозам синоптиков, через 5 дней температура воздуха поднимется до плюс 6. Всем метеозависимым при ухудшении самочувствия врачи советуют обращаться в больницу. Ольга Сопронова, Владимир Ебриков, Панорама.